Когда смотришь по телевизору про беженцев и переселенцев, и когда всё это вспоминаешь, ну это ж забыть-то, память не выключишь. Событие 25-летней давности у Станислава Рынди снова перед глазами. Он родился и вырос в Тбилиси, жил в центре города и наблюдал события, которые изменили его жизнь. В 89-м году впервые собрался многотысячный митинг, на котором жители Абхазии заявили об отсоединении от Грузинской республики. Сначала пытались мирно разогнать демонстрации, но потом стали организовываться бывшие афганцы, сплачиваться народ, создаваться какие-то группы людей, стали выделяться деньги на приобретение оружия. Армия, внутренние войска, милиция поначалу оставались в стороне. Когда применили силы и появились первые жертвы, конфликт стал обостряться. Потеряв надежду, что мир скоро восстановится, Станислав решил вывести семью. Когда эти демонстрации переходили из одного дня в другой, из другого в третий, из недели в неделю, месяц за месяцем, и тяжело жить, и хотелось спокойствия. Вооруженные конфликты между грузинской властью и абхазскими формированиями периодически вспыхивали в 90-х и уже в 2000-х. Практически сразу проявилось там и присутствие России в виде гуманитарной помощи кубанских казаков. Затем вошли так называемые миротворческие силы СНГ. Когда начались протесты и столкновения в Украине, переселенец из Грузии сразу провел аналогию. Это ужас. Это просто холодный пот по спине. Когда я вижу, как оно и что происходило, и пытаюсь сравнить с теми событиями, которые происходили в Грузии, это страх. Проходишь и вот так вот на спине, на позвоночнике, в гармошку все собирается. Потому что ждешь, а вдруг выстрелят. Вот где-то вот эта гармошка на позвоночнике у меня сейчас. В городе с комендантским часом, ежедневными перестрелками и бомбежками Людмила Завирюха прожила полтора года. С распадом Советского Союза борьба за независимость обострилась и в Чеченой Ингушской Республике. Буквально с первых дней переворота в Грозный вошли вооруженные люди и танки. Когда ты сидишь за пультом, а у тебя за спиной стоят автоматы Калашникова, да вроде он и дружелюбно стоит. Ему все было интересно, что это такое, что это за микширный пульт и все такое прочее. Но при этом мы видели, что им подвозят неприятное курево. Боялся. Конечно, просто боялся. Но все время, вы знаете, вот была такая мысль, а Россия этого не допустит. А Россия все допустила. Людмила Завирюха продолжала работать с захваченной чеченцами гостей или радиокомпанией. Верила, вот-вот все закончится. Сторонники независимости и те, кто за автономию в составе России, договорятся. И нас предупредили, чтобы русские не вмешивались ни туда, ни туда, а мы и не ходили. Потому что это выбор самого народа. Но официально Москва решила вмешаться. Так называемое освобождение Грозного вылилось в многолетнюю войну. Мирным жителям доставалось с обеих сторон. Для чеченцев врагами стали все русские, вспоминает вынужденная переселенка. И спустя два десятилетия едва сдерживает слезы. Парня нашего видеоинженера, который сошел с ума, потому что он с гранатой свынутой чекой, должен был сидеть в подвале. Уже обживаясь в Харькове, Людмила еще долго боялась сумерек. Как раз по вечерам начиналась стрельба. Пережив однажды миротворчество за счет тысяч жизней, сегодня она резко осуждает призывы чужой армии в свою страну. Я ненавижу тех, кто сегодня кричит Россия. Если кто-то думает, что вот он здесь крикнул на площади, Россия, Россия, и бомба не попадет в его дом, или вот это сейчас град, не факт. Страшно подумать, чтобы была уже первая родина, теперь вторая родина, и не приведи Господи, чтобы еще появилась третья родина. Евгения Борда, Алексей Жучков и Борис Буцевич. Объектив недели. Редактор субтитров А.Семкин